Юрий Собольевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот оккупанты готовят оборону на левом берегу Днепра, но могут оставить некоторые силы для удержания правого. Об этом сообщает оперативное командование ЮГ. Что сейчас происходит в городе? В городе в настоящее время, знаете, крайне сложная гуманитарная ситуация, потому что оккупационные власти очень постарались для того, чтобы для людей, которые отказались выезжать, с Херсона жизнь была просто невыносимой. Большинство аптек закрыто, многие продуктовые магазины закрыты, в оставшихся магазинах на самом деле очень такие ощутимые проблемы на самом деле и с ассортиментом, и с запасами, и неясные перспективы с дальнейшим снабжением. И вызывают очень большую беспокойность информация, которая сейчас появляется, о том, что и как минимум частично медицинские учреждения, они тоже, возможно, будут принудительно перемещать с территории правобережной части Херсонщины, в первую очередь с Херсона на левый берег. А вот продукты, которые есть в магазинах, ну вот базовые продукты, возьмем там хлеб, вода, яйца, сколько они стоят, как дорого? Вы знаете, цены в среднем 150-200% от тех, которые на контролируемой территории, скажем так. Причем по ряду товаров просто, ну, фактически дефицит, их просто нет. То, что производится еще на территории Херсонской области, оно более-менее доступно, и на рынках ситуация гораздо лучше, на самом деле, чем в магазинах. Там многие фермы еще продолжают и снабжать город, все это проводится там, поводить баркасами, но соответствующая идет и наценка из-за сложности логистики, плюс дефицит он всегда порождает повышение цены. Вы писали, что в Херсоне после объявления о прекращении так называемой эвакуации захватчики планируют рейды, да, по выявлению патриотически настроенных граждан. Это как, они по квартирам пойдут или что это будет? К сожалению, да, готовится усиление, существенное усиление фильтрационных мероприятий. Есть информация о том, что и готовятся сейчас в том числе списки людей, по которых они должны будут пройтись, установить их место жительства. Часть из них могут быть задержаны. К сожалению, такая информация есть. А где они берут эти списки? Кто-то же там надиктовывает их. Прошу прощения, еще раз вопрос. Я говорю, где они берут вот эти списки? Кто их надиктовывает? Кто дает им эти фамилии? Они достаточно долго уже находятся на самом деле на территории Херсона. И там очень большое количество их спецслужб, которые постоянно мониторят ситуацию. Там очень большое количество их сотрудников контрразведки, которые точно так же работают с теми людьми, которые остались. Они сравнивают постоянно списки людей, которые, скажем так, пошли хоть на какой-то контакт, зарегистрировались в оккупационных органах власти, совместные жительства, обращались за помощью. И их в первую очередь интересуют люди, которые максимально избегали всех этих контактов. Будь это субъект проферимальской деятельности или просто человек, который живет в Херсоне, скажем так, не занимаясь такой деятельностью. Вот в первую очередь вот этих людей они собираются отфильтровать по нашей информации. Я где-то читала, что в эти списки они хотят внести даже людей, которые не хотят, например, рубли принимать на рынках. Вы слышали? В том числе. Более ста субъектов проферимальской деятельности только по Херсону вот за вот эти вот дни сделали такое, знаете, не сговариваясь форму протеста, когда в их торговых точках сотрудники начали отказываться принимать рубли. Эти люди, к сожалению, тоже будут, скорее всего, подвержены определенному воздействию со стороны оккупационной власти. Вот вы уже сказали, что некоторые больницы закрываются, да, и херсонские медики сообщают, что врачей отстраняют от работы, а российские военные вывозят оборудование. Это правда? По вывозу оборудования частично уже было зафиксировано несколько таких случаев с некоторых учреждений. И вот сегодня, к сожалению, появилась информация, что это приобретет в ближайшие дни совсем другой масштаб. А куда они его везут? Преимущественно на левый берег. Частично это будет Скадоск, частично это будет Геническ, по той информации, что у нас есть. Но ее нужно еще будет уточнять. Вот оккупанты сняли пропагандистский ролик о том, как телевизионную башню города взяла под охрану Росгвардия. Какая ситуация на сегодня со связью? Кабельный интернет не появился. Мобильный интернет есть, работает очень плохо и с перебоями, и с ограниченной пропускной способностью. Но их симки работают, и вот как-то этот мобильный интернет позволяет людям держать связь с внешним миром, если на смартфоне установлено ВПН. Юрий, есть ли какие-то новости с Каховской ГЭС? Никаких новостей нет. Возможно, это, знаете, никаких новостей. Это уже и есть хорошие новости, учитывая их последнюю активность, которую они там проводили, и учитывая те заявления, которые они делали, возможно, уже это само по себе и какие-то хорошие новости. Но риски теракта со стороны Российской Федерации на этом объекте, они, к сожалению, остаются. Спасибо вам огромное за последнюю актуальную информацию. Спасибо. Я напомню, Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, был с нами на связи.